Проблемы с водоснабжением. Жители улицы Пушкина обратились к главе города. Дело в том, что труба, по которой к домам 2, 4, 6 и 8 поступает холодная вода, зимой перемерзает. Геннадий Васьков включил адрес в план своего традиционного объезда. О путях решения проблемы далее. Без воды зимой остаются несколько домов по улице Пушкина. Рядом со вторым, четвертым, шестым и восьмым, где, кстати, располагается Краеведческий музей, проложены трубы теплотрассы, а рядом труба холодной воды. Идет холодная вода, то есть примотанная, так скажем, к теплотрассе. То есть теплотрасса подогревается, то есть рядом с ней идет холодная вода. Когда зимой потребление холодной воды падает, то есть труба перемерзает. Проблема существует уже около четырех лет, жалуются жители. Сегодня на выездном совещании специалисты обсудили пути ее решения. Уводить трубу под землю не лучший вариант, объясняет глава, поэтому принято решение пойти другим путем. Прокладкой спутниковой трубы и изоляцией существующего уже. Именно вот в верхнем воздушном исполнении, в наружном исполнении. Не подземным, как хотели, смотрели, потому что там обратили внимание, сразу пойдет с нарушением благоустройства, плюс скальный грунт, плюс сроки. И вот та хорошая площадка, которая сегодня есть, она у вас, по большому счету, превратится. Будет иметь, наверное, такой же неприглядный вид на протяжении какого-то времени. Это бы не хотелось бы сказать. Решить вопрос должны до начала следующего отопительного периода, подчеркнул Геннадий Васьков. Продолжая объезд, глава отправился в поселок Ленинск. Здесь у него была приятная миссия – поздравить женщину, которой сегодня исполнилось 90 лет. Живите дольше. Вот, это самое главное. Живите дольше, подсказывайте нам, что и как, где не так делаем. Учите нас. Это же важно. Конечно. Заглянул Геннадий Васьков и в социальное учреждение Ленинска. Детский сад произвел приятное впечатление. Чистая, территория убранная и облагороженная. У заведующих все под контролем. А в Доме культуры глава вручил благодарственные письма работникам. Работник культуры я еще по институту помню. Я и Швец, я и Шнец, я и... На Дуде игре. Хорошо. Директор школы поселка Ленинск показала Геннадию Васькову музей и рассказала о планах на будущее. В школе учатся 150 детей. Ребятам нужна современная спортплощадка. Мы бы хотели попасть в программу по спортивным сооружениям для сельских школ. Территория наша позволяет. Поэтому дело осталось за малым заводелением средств. Сметы готовы, планы готовы. Остается претворить жизнь. И это не просто мечты. Попасть в программу вполне реально. Так, именно в рамках этой программы построена спортплощадка в селе Смородинка. Ирина Горностаева, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. В администрации города вручили памятные медали за вклад в подготовку и проведение зимних олимпийских игр в Сочи. От имени президента России высокие награды получили тренеры, народные избранники, руководители предприятий и работники управления физической культуры. Почетную миссию награждения выполнил глава округа Геннадий Васьков. Зазначительный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года. Подписал эту грамму президент Российской Федерации Владимир Путин. Специалист детско-юношеской спортивной школы номер 4 Анастасия Чернышева признается, что не ожидала получить такую большую награду. Во время зимних Олимпийских игр Анастасия работала в Управлении спорта и физической культуры, помогала в организации эстафеты и тесно сотрудничала с волонтерами. Пропокондируем спорт, любим спорт, занимаемся спортом. Олимпийские игры это, конечно, очень важное событие всей нашей страны. Конечно, честь такая, что наши спортсмены выиграли в общекомандном зачете. Кстати, на базе 4-й детско-юношеской спортивной школы как раз тренируются спортсмены по зимним видам спорта. По словам Анастасии, медали и благодарственное письмо к нему она непременно покажет воспитанникам. Не с целью похвастаться, а дать стимул юным спортсменам. Руководитель управления физической культуры и спорта отметил, всего такие медали получат 37 миассов. Первую партию этих медалей вручал губернатор, а вторую раздали по муниципалитетам. Люди, которые приложили свою руку, сердце к зимним видам спорта, это не обязательно, что они готовили резерв. Кто-то готовил какую-то раз, кто-то присутствовал на Олимпийских играх. Бронзовая медаль вручается за значительный вклад в подготовку и проведение 22-х Олимпийских зимних игр и 9-х Параолимпийских зимних игр в городе Сочи. Наши земляки эту награду заслужили не только потому, что принимали участие в организации эстафета Олимпийского огня, но и потому, что способствуют развитию Олимпийского движения, воспитывая новое поколение спортсменов. Гузель Шмелькова, Андрей Назарук, УТВ МИАС. Готовь сети летом. МИАСские энергетики уже начинают подготовку к следующему отопительному периоду. Специалисты АО «Энсер» уже приступили к реализации планов по подготовке ТЭЦ и городских тепловых сетей к следующему холодному сезону. Впереди профилактический и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования теплоисточника, а также реализация инвестиционных проектов. Кроме того, особое внимание будет уделено наиболее уязвимым местам. Сегодня на улице 8 марта 110 спецтехника и люди в рабочей форме. Специалисты компании «Энсер» уже приступили к восстановлению перемычки на данном участке. Конечно, на этом подготовка к отопительному сезону не закончится. Впереди грандиозные планы. В числе масштабных работ замена свыше 600 метров квартальных теплотрасс в районе проспекта Автозаводцев 27 и улицы Романенко 18. Как отмечают специалисты «Энсер», жители понесут определенный дискомфорт, так как работы будут вестись непосредственно на внутридворовой территории. Однако бригады постараются сделать весь объем ремонта оперативно и в срок, чтобы минимизировать вынужденные неудобства для жителей. Зато заложенный запас прочности теплоснабжения в данном квартале позволит надолго забыть об аварийных ситуациях. Ведь, как говорится, готовься не летом. Ну, отопительный сезон прошел удачно, я считаю, благодаря подготовке, которую мы сделали с где-то 2015 года. У меня не было одной серьезной аварии, жителей, в принципе, не было. По традиции специалисты «Энсер» дважды будут провозить гидравлические испытания. В мае и августе не исключено, что по их итогам план капитального ремонта будет скорректирован. А на данный момент запланировано восстановление нарушенной перемычки в районе нескольких домов по улице Калининой и Гвардейской. Этот участок теплосети носит стратегический характер. В случае аварийной ситуации дома по улице Тухачевского, Гвардейской, 8 июля и проспекта автозаводцев не перестанут снабжаться, а просто перезапитаются. Не менее серьезный объем предстоит выполнить и на городских тепловых сетях центральной части МИАСа. Ну и мы планируем так бы хорошо подготовиться в этом сезоне, чтобы жители были благодарны уже в 2016-2017 годах. Но у меня еще ряд предмироприятий, доменов участков трасс, ремонт насосных станций, насосов, подстанций. Так что будем надеяться, что мы оправдаем надежды наших жителей. Пристальное внимание будет уделено и магистральному трубопроводу по улице Академика Павлова. Здесь будет заменено 160 метров трубы. Кроме всего прочего, энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт и очистку тепловых камер, заменить и ревизировать запорные арматуры и сальниковые компенсаторы, а также восстановить нарушенные асфальтобетонные покрытия по 40 адресам. Необходима помощь. 20-летнему Владу Осипову нужна реабилитация после аварии. Прогнозы врачей вселяют в родных уверенность в том, что молодой человек сможет вернуться к нормальной жизни. Медики уверены, что сейчас важно не упустить время и срочно пройти реабилитацию в специализированном центре. Но это совсем не дешево. История Влада в нашем сюжете. На ногу вставай хорошо. Маленькие шажки. Как мы тебя учили? Маленькие. И полностью опирайся на ногу. Полностью. В таком состоянии находится Влад сегодня. Потеряна чувствительность правой руки и ноги. У молодого человека афазия. А на этих фотографиях веселый и энергичный Влад, который еще несколько месяцев назад работал на заводе ММЗ, планировал пойти учиться, встречался с девушкой, любил проводить время с друзьями. Впереди вся жизнь серьезная, взрослая. Все изменилось в феврале этого года. Влад поссорился с любимой и поехал кататься с друзьями на машине. Поехали. Вот все. И уже еще не помню. Друзья попали в аварию. Весь удар пришелся на пассажирское сидение рядом с водителем. Именно на нем сидел Влад. Диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Порез в правой части тела. Еще в феврале молодой человек лежал в коме. Помогли челябинские врачи. Сейчас он дома самостоятельно ест. Пока немного неразборчиво, но говорит. Пытается ходить. Девушка пострадавшего находится с ним. Поддерживает его и помогает. Вспоминает, как хорошо им было вместе. Познакомились просто в интернете. Встречались мы почти год. Он позитивный, веселый, активный человек. Мы просто любили гулять по улице, смотреть фильмы, куда-то ходить, развлекаться. Влад живет с мамой и бабушкой. Мама работает. Бабушка с ним находится круглые сутки. В течение дня, все время, он что-нибудь, да ему надо. Поэтому, ну, как-то мне, говорит, пойдем прогуляемся. Я его хотел взять. Он рукой опирается. Ой, я говорю, Владимир, мы с тобой не дойдем. И упали на диван. Потому что он сильно, а у меня спина болит. Да и все. У Влада неплохие шансы встать на ноги. На одну зарплату мамы Влада и пенсию бабушки пройти дорогостоящую, но такую необходимую сейчас реабилитацию просто невозможно. Помочь решила двоюродная сестра Юля Косарева. Она создала группу ВКонтакте и ищет неравнодушных людей, которые смогут оказать финансовую поддержку. В Челябинске нам объяснили, что заниматься нужно срочно и серьезно, потому что все, что сейчас, неправильное положение ноги, неправильное положение руки правой, где вот этот паралич был, неправильная речь, это может остаться. Поэтому надо срочно что-то делать. Подходящий для Влада курс реабилитации можно пройти в Челябинске или Екатеринбурге. Стоимость 150 тысяч рублей. Родные и близкие Влада благодарны всем, кто уже помогает семье и будут рады любой финансовой поддержке. Телефон сестры Влада и номер ее карты вы видите на экране. Подробная информация есть и в социальной сети ВКонтакте, группа помощи Осипову Владу. Там же есть отчеты о поступлении и расходе средств. Ирина Горностаева, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Новое дыхание 2016. Третий ежегодный фестиваль музыки пройдет в городском Доме культуры 23 апреля. К участию в мероприятии приглашаются все желающие музыканты, исполнители и, конечно же, зрители. Музыкальное мероприятие «Новое дыхание» пройдет 23 апреля в городском Доме культуры. Начинающие музыканты и профессионалы, группы разного формата соберутся на одной сцене в рамках фестиваля. Идея создания была такая, чтобы вытащить людей, музыкантов, мианских хотя бы, да, наших городских, из гаражей, из репетиционных точек, чтобы они вышли на сцену на большую, на хорошей аппаратуре, с хорошим звуком, с хорошим звукоператором поиграли. Фестиваль «Новое дыхание» проводится в МИАСе уже в третий раз. В этом году на мероприятие приедут музыканты из Челябинска, Златоуста и Сима. Зрители услышат новые песни и известные всем хиты, смогут подпевать и танцевать. Хедлайнерами мероприятия будут музыканты группы «Орион». Время года – туризм. И еще совсем недавно погода располагала к вылазкам на природу. По счастливой случайности, как раз на это время выпало проведение ежегодных соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях переправы. В 20-й раз наш город встречал гостей из разных городов области. Команда «Альтаиры» из Копейска не в первый раз участвует в соревнованиях переправы. Спортсмены из других городов отмечают высокий уровень подготовки спортсменов. На трассе команда показывает себя сплоченной и профессионально справляется с испытаниями на скорость. Мы готовились долго к этим соревнованиям. Наши команды отрабатывали в городе, в парке. Мы все очень долго тренировались. Дистанция, в принципе, она сложная, потому что были и подъемы, и спуски, и натягивать эти блоки были тоже тяжелые. Но все равно подготовка была, мы справились со всем. Первый старт переправ был дан в 1996 году. Они знамениты тем, что проводятся на естественном рельефе, часто с использованием водных препятствий. В этом году соревнования проходили на излюбленном не только организаторами, но и участниками мести. В высоком берегу реки Миас, в районе родника в Машгородке. Красоты здешних мест собрали рекордное количество участников. 64 команды. Это 248 человек из Челябинска, Нязепетровска, Кослей, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Усть-Котава и Манжелинского района, и, конечно же, Миаса. Трасса по традиции состояла из нескольких препятствий, пройти которые неподготовленному человеку практически невозможно. Это различные виды переправ, которые наводятся через реку, через овраги, в горы. Допустим, сегодня у них спуск 30 метров и подъем тоже 35 метров подъем. Это получается с горы и в гору. Это техника горного туризма, это спелеотехника. Параллельные перила через овраг тоже они преодолевают. Правда, преодолевают по судейским перилам. А здесь вот первый блок у них, они наводят навесную переправу и спуск дюльфиром вниз. Дюльфир – это скоростной спуск по веревке на крутых и отвесных стенах. Наблюдая за прохождением команд, можно услышать множество незнакомых терминов. Спортсмены должны ориентироваться в них даже в стрессовых ситуациях и быстро разбираться в своей экипировке. Главная цель соревнований – проверка и повышение технического и тактического мастерства участников, а также повышение уровня безопасности спортивных туристических походов. Соревнования проводились два дня. В первый день соревновались дети от 8 до 18 лет. Самые маленькие участники проходили дистанцию пока еще без страховочных систем. Во второй день соревновались дети от 16 лет и взрослые спортсмены. Для них была подготовлена дистанция технически сложнее. Спортивный туризм позволяет не только развиваться физически, но и получать навыки работы в команде. Центр детско-юношеского туризма и экскурсий – работа из нашем городе по адресу Нахимова, 8. Запись детей ведется от 8 лет. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС.